всем привет привет сегодня у нас третий прямой эфир с вами поэтому будем рисовать сегодня мы будем рисовать фрагмент общественного здания ну то есть здание помещения кафе в интересном ракурсе необычном но также в свою очередь выигрышным давайте начнем захожу программу про крит кто захотел захотел за скриншотить все рапу свои все скриншоты которые я сбрасывал в stories сделайте их себе копию и рисуйте вместе со мной создаем новый лист как обычно здесь нет ничегошники нового 21 на 29 сантиметр 450 дп мне это достаточно будет создать и как всегда заносим наш рисунок на холст вставить фото а так сейчас это у меня обычно как дано любит подключить памяти мало поэтому сейчас новый вот приходится выходить и заходить каждый раз иногда так вставить фото вставляем фоторакурса увеличиваем его на нужный нам размер и смотрим я могу его обрезать мне ты лишнее много чего обрезаю 1 и обрезаю 2 готова как всегда находим точки схода точки схода я люблю находить создав новый слой выбрав какой-то яркий цвет плотную кисточку и просто беру и нахожу эти точки схода при помощи вспомогательных своих линий первые линии это у нас вертикальные которые как раз таки и образуют третью точку схода так как мы смотрим сверху на вниз и наши все вертикальные линии не будут сходиться в одной точке где-то внизу первый пучок чтобы не было запутаться могу взять какой-то другой яркий цвет и показать куда у нас будут уходить вторые линии вот я на стол так сказать привязываюсь к столу ко второму привязываюсь и какие там у нас еще вот к примеру вот эта линия она также куда-то туда уйдет то есть третий пучок линий они идут в другую сторону то есть получается у нас есть три оси x y и z то есть вот так у нас пучки получается и наших ракурсов будут x y и z оранжевая линия и теперь третий цвет какой-то беру чтобы не запутаться и вот у нас третье пошли линии в другом направлении куда-то туда вверх поэтому так невозможно открыть истории чтобы сделать скрин возможно там внизу есть переход с прямого эфира на истории посмотрите вроде так должно быть так теперь я включаю направляющие правка направляющих и перспектива и нахожу эти точки схода внимание здесь важно сначала начинать от вот этих точек которые вверх идут а потом последнюю нижнюю ставить почему потому что вот если мы нашли одну точку схода здесь то у нас образуется вот эта линия горизонта она должна у нас быть обязательно так мы будем ориентироваться на то чтобы ракурс был у нас ровно сделан так второй пучок он куда-то на вот этой линии уже будет куда-то сюда уйдет если где-то чуть-чуть нет не так что-то угадай ничего страшного так как нас вселение будут сориентированы все равно правильно по перспективе и я просто вот проверяю точки далеко будут находиться почему далеко потому что у нас ракурс не сильно искаженный и так и должно быть я не люблю когда ракурсы сильно искаженные они должны иметь и красивую композицию и все остальное так есть и третий пучок где-то будет он внизу приближая проверяю смотрю чтобы у меня все сходилось по оранжевым линиям вот где оранжевые линии начертила ту они все у меня должны уйти вот в эту точку это 3 3 . схода наша будет в принципе нашла все теперь могу линии отключить они мне мешают и слой стереть создаю новый черный цвет rapidограф рисование с привязкой и нижний слой я делаю полупрозрачным и начинаю обводить наш существующий интерьер так вот видите вот уже немножечко не попало но это совершенно ничего страшного главное нам потом не запутаться со столом есть такое все-таки происходит то просто чертим себя спокойно и не переделываем миллион раз но самое главное что вот эта линия она должна теперь сходиться со столом 2 2 2 линии то есть получается где-то вот здесь она будет вот эта линия она также немного уйдет вот если я пройду про проведу то она будет немножечко дальше выходить сюда и вот здесь то так завершается у нас и здесь так толщинка стала здесь у нас ножки выходят раз два здесь у нас барная стойка идет это кафе вид сверху это реальное кафе мне подписчица написала сказала чтобы как подсказала мне идею нарисовать существующие кафе у нее знакомая как раз таки собирается его открыть и как бы дала мне направление идеи сказав что желтое кресло должны быть и темная стена и я исходя с этих минимальных технических заданий так сказать отталкивалась и придумывала уже кафе по плану и по заданию здесь я хочу чтобы у меня были металлические полочки поэтому я уже вручную дорисовываю необходимые для меня плоскостные всякие линии каркасные вот оно у меня пойдет так да уйдет то есть как бы прозрачные кубики я простраиваю что вот здесь у меня как раз таки эти кубики и будут и вот так кубик 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 здесь какие-то полочки хочу чтобы были потом в ходе того как я придумывала этот интерьер я хочу сейчас внести некие такие личные изменения корректировки дополнение я хочу чтобы у меня вот эти вот речки повторялись за вот этой стеной еще сюда выходили поэтому я хочу для поддержания композиции чтобы ее уравновесить я хочу сюда добавить также эти рейки потом картина который я сбрасывала пусть она находится вот в этом месте не на всю стенку а где-то вот так то есть это уже я по ходу так сказать придумываю потому что мне захотелось динамики в нашем рисунке и и теперь хочу на отдельном слое обвести наши кресла с креслами я делаю такое я их теперь так сказать делаю более объемными то есть они сейчас у нас такие хиленькие так сказать не сильно мягкие а я их сделаю просто мягкими подлокотники вот пример я оббиваю мягкой тканью нашу спинку оббиваю вот она у нас пошла здесь у нас образовалась толщина нашей спинки вот вверху вот туда потом у нас есть еще ножки обратно волную чтобы все конечно успеть очень хочется успеть надеюсь все получится и сидушечка мягкая и вот здесь минус такого ракурса когда рисовать на заказ в том что нереально поставить существующие стулья там мир из фото потому что ракурс сверху все искажается и проще реально прорисовать потому что красивее будет ну надо значит надо что мы все сможем нарисовать ничего сложного нету главное не бояться и вот здесь у нас также толщинка пойдет подлокотник мягкая сидушка и наши ножки стульчика напоминаю что супчики но кресло да такие я рисую на отдельном слое не так удобнее вот здесь мы как бы дорисовываем то что нам недостаточно получается здесь у нас идет вот так и здесь толщинка и еще второй подлокотник также выходит он у меня сильно вылез вот так и еще стульчик последний вот второй пошел 4 точнее стульчик пошел стараюсь я в прямых эфирах подобрать разные техники рисования в плане возможно разные фишки штучки то чего вы не знаете разные ракурсы здесь также нас часть креселка видно попадает вот есть теперь я перейду на предыдущий слой и разделю как бы наши два стола так ножки у нас выходят также и вот здесь поэтому так и теперь начинаем заливать стоп я же еще вот не прорисовала стоп-стоп-стоп вот здесь наши кресла раз два и толщинка лишнее чтобы убрать я ластика на втором слое за этим креслом просто стираю перехожу обратно на предыдущий слой и рисую кресло толщинка я сильно не вывожу хотя можно было постараться получше это сделать я рассчитываю что это все дела перекрою просто цветами все и ножки кресел которые также торчат очень удобно когда в архикаде есть построение уже и то есть не нужно заморачиваться над стульчиками какой-то ракурс выворачивать думать куда она уходит каждый стульчик простраивать в точку схода то есть это немножечко сложнее сложновато будет и теперь я давайте на предыдущем слой немножечко проработаю нашу конструктивную такую подвесную полку рисование с привязкой и вот здесь я просто дам вот такой вот толщины этой попки толщинка есть есть так как она будет у нас получается с металлических металлического сечения получается вот эти вот все полки вообще квадратного сечения что я выберу так что-то не могу нормально не увеличить ничего смотрите что происходит так есть создаю новый слой под нашим подстроить построением и даю цвет выбирая какой-то графитовый цвет заливаю полностью весь интерьер даже могу немножечко посветлее зацелить вот так даже теперь выбираю пол плоскость пола посветлее серый к примеру заливаю потом я выбираю плоскость стены вот этой и хочу чтобы она была у меня красивого желтого цвета люблю я желтый все теперь я создаю новый слой и выбираю только то что у меня будет деревом я хочу чтобы дерево у меня была барная стойка деревянная столешница столов вот столешница и вот это деревянная такая стена которая у меня новая получилось и теперь беру какой-то приятный цвет дерева и заливаю раз и раз все есть у меня получается и дерево залито потом я беру и заливаю стульчики стульчики я буду над деревянным слоем деревом до заливать выбирая брата желтый цвет вот такой беру быстрый скетч плотные и не начинаю просто напросто заливать стулья цветом у нас очень сильный ветер вообще все везде бахкает грюкает дискомфорт какой-то создается ужасная погода так самое для меня такое нелюбимое дело это вот зарисовывать стулья это вообще не люблю это делать конечно ну когда надо то беру и делаю я думаю у каждого из такие моменты когда кто-то что-то не любит рисовать и это нормально декор к примеру я знаю что это сложно его прорисовывать этот декор и расставлять но без декора интерьер очень допустим пустой не оживленный как будто бы там никто не живет не создается ощущение того что будто бы там присутствует человек поэтому я всегда рекомендую проставлять декор везде прорисовывать будет и 3d max будто проклеит неважно рисунок вручную или на компьютере декор обязательный вот есть стульчики немного осталось постели мы как вы видите мы основу дали нашему интерьеру и все и достаточно так и вот эти последние остались наконец-то я рисую желтые стулья получается поверх вот этого слоя светлокоричневого чтобы перекрыть деревянную панель желтым цветом сверху из-за деревянной панели смогла бы спокойно потом уже рисовать привязкой разные вспомогающие линии уже красиво спасибо так вы можете конечно же другой цвет применить не обязательно желтой это я так придумала потому что мне подписчица сказала что в том кафе должны быть желтые стульчики поэтому так а теперь начинаем работать над объемом перехожу обратно на слой где у нас находится полностью вся заливка основная включая рисование с привязкой вы выбирали наш серый цвет и его беру притемняю копик маркер и просто беру вот так спокойненько все дело увеличивая кисть этот угол у нас у нас получается освещение отсюда идет вот сюда поэтому здесь у нас будет минут тень будет вот с этой стороны будет мне немножечко потемнее все и поэтому так поэтому я там и затемная угол вот здесь могу затемнить под барной стоечкой и вверху также немного пройтись все по сути есть могу еще немножечко темнее взять и еще приглушить угол еще темнее взять и еще приглушить вот здесь потому что я предполагаю что это как графитовая стена я прям сильно черный не люблю цвета вот графит обожаю теперь беру желтый желтый я а ну-ка возьму поярче надо разницы по сути нету теперь возьму вот такой потемнее желтый также вот этот угол подчеркну вот здесь внизу у нас темнее будет я это подчеркну и под полочками прорисую уже как бы падающую тень теперь возьму еще темнее цвет еще уголочек подчеркну вниз подчеркну и вот здесь обратно усилю тень падающую под полочкой есть могу еще немножечко темнее взять просто там внизу какой-то уголочек вывести вот так и будет вот так теперь здесь у нас серый немножечко перекрылся желтым я сверху на виду это все дело хочется прям добавить за стульчиками немного могу даже за картиной уже что-то как бы дать направление теперь я поработаю над напольным покрытием выбираю плоскость пола выбрала серый теперь беру глушу копик маркером я хочу чтобы он был такой у нас полу глянцевый поэтому все рефлексы и блики я сначала делаю вот такими вот линиями здесь усиливаю немного даю направление укладки напольного покрытия могу еще усилить свет немножечко углубить его дать обратно направление что нас барная стойка идет она куда туда выходит вот эти речки они также куда-то вот линию поддерживать поддерживающую дать и вот так примеру под столом немножечко усилить не совсем сильно но немного где-то можно могу теперь взять светлее цвет и вот таких вот глянцевых штук по оставлять и вот так могу еще сделать направление то есть мы показываем направлении как вертикальное так и горизонтально в разных плоскостях теперь чего мне недостаточно я хочу еще потемнее взять свет поменьше кисть подчеркнуть более тонкими мазками линию пола и вот таким образом я обычно прорисовываю такой полу глянцевый так сказать с отражениями пол беру белый цвет что-то где-то обратно подчеркиваю и теперь могу взять и прорисовать еще на полу вот такие вот направления как бы у нас здесь как будто бы плитка раз и ее разделите вот еще вот так могу взять немножечко потемнее цвет подчеркнуть швы не перекрыть надо подчеркнуть что где-то там они у нас есть вот так и потом могу еще взять чисто белый цвет выключить привязку ну-ка попробовать нарисовать вот такую вот глянцевую штучку ну что то есть что-то получилось все выключаю выделение с полом поработали теперь дерево перехожу на слой с деревом когда где у нас такой светло коричневый цвет включая блокировать альфа канал выбираю этот цвет немножечко его притемняю и делаю рисование с привязкой и обратно те же самые манипуляции я подчеркиваю рейки наши деревянные я предполагаю что это будет рейки у нас конечно их можно вырисовать я обычно если бы это была работа на заказ вырисовывала бы каждую речку углубляла тени но здесь я хотя бы покажу как она будет идти ее направление и тому подобное здесь также у нас вот рейки идут если этот быстрый скейт считаем то такая подача рейк также нормально будет смотреться а здесь я могу просто углубить немного угол наших столов вот так то есть если у нас здесь отсюда солнечный свет падает освещение то здесь немножечко все равно потемнее будет нас там на столе на одном и на втором вот так она будет потемнее теперь например я возьму еще темнее углублю это все дело вот так также все самый главный объем не забываем просто что у нас есть объем его нужно всегда подчеркивать как то где-то усиливать просто это нужно анализировать каждую плоскость любой мебели мы должны понимать что если у нас идет барная стойка то здесь будет образовываться в любом случае тень потому что над парной столько есть ну столешница стоит и вот таким образом но все подчеркивается потом возьму например самый светлый какой-то цвет и вот так еще покажу каждую речку вот эту плоскость светлее сделаю и вот эти также сделаю посветлее потому что она не их солнечный свет также попадает могу взять еще посветлее еще подчеркнуть и но подчеркнуть смотрите как не всю а только уголочек вот как бы засветить его потому что туда плоскость уйдет все равно здесь как-то свет и рассеиваться будет немного и вот так могу задать направление по рейкам то есть где-то есть где-то его нету потому что если я все сделаю светлые линии то она будет смотреть какой-то забор не знаю как рябит будет сильно и вот этот уголочек также могу подчеркнуть теперь я выключаю рисование с привязкой и рисую саму текстуру дерева выбираю какой-то темный цвет и прорисовываю прожилки очень сильно похожа имитация как мрамор только в дерево прожилки они идут с такими полукругами уходят туда полукруг и туда вверх ушло то есть вот такие прожилки в дерево получается копик маркером рисую минимальное как видите размер кисточки и где-то сильнее нажимаю где-то полегче жму как есть и получается вот так дабы показать текстуру нашего дерева здесь важно также попадать в цвет чтобы не было какого-то там слишком темного либо слишком светлого цвета чтобы она как бы читалась стать текстурка могу немножечко притемнить и где-то еще подчеркнуть форму и теперь какой-то светлый взять цвет и также подчеркнуть и текстурку дерева здесь там на том столе и вот так и могу немножечко обратно высветлить вот этот уголочек так у нас при по сути мы задали уже направление а теперь могу поработать над креслами обратно прихожу на слой с креслами выбираю блокировать альфа канал желтый цвет кресел обратно потемнее цвет копик маркер и анализируем где у нас вот здесь будет потемнее так как от подлокотника будет падать тень вот здесь можно даже вот так затем не мы здесь немножечко потемнее вот здесь потемнее вот там внутри потемнее вот вверху вот здесь потому что сюда падает цвет вот так он светит вот здесь также спиночка немного здесь также третий меняем там с поднизу потому что получается от стола будет темнее идти есть и последнее кресло у нас осталось также притемняем вот здесь вверху и уголочек усиливаем теперь беру еще потемнее цвет и подчеркиваю нашу темноту где темнее всего будет это там куда вообще не будет попадать свет это от подлокотника тень вот такая под 45 градусов будет падать вот где-то там мягкость получается ушла завернулась значит там тоже тень получится вот здесь темнее вот темнее вот так и вот она будет потемнее так теперь я могу взять наоборот посветлее цвет и высветлите те зоны которые непосредственно будут освещены освещением то есть все плоскости которые смотрят с левой стороны вот этот уголочек могу подчеркнуть так как у нас кресло поворачивается заворачивается там образуется также светлая такая область и потом я еще доведу белым цветом теперь беру в создаю я новый слой черный выбираю быстрый скетч плотные и черным цветом я рисую ножки 1 ножку 2 ножку и вот так везде ножки которые у меня есть в этом скетче плюс ножки стола зарисовываю вторую ножку зарисовываю здесь манипуляция над ножками по сути нету потому что они черные просто белой линии их достаточно подчеркнуть и все даже сильно не выводить и лишнее сотру где у меня что вылезло так есть и теперь я возьму и включу рисование с привязкой быстрый скетч плотная кисть выбрана и вот здесь прорисую теперь наши полочки делаю металлический каркас 1 вот здесь нет где-то там ушли теперь мне нужно зарисовать вот эту плоскость это же полочка у нас на ней же что-то должно стоять а не висеть в воздухе поэтому я ее также зарисовываю включая блокировать альфа-канал выключая привязку беру посветлее серий копик маркер и вот эту часть немножечко я осветляю чтобы рассеивался немножечко черный цвет и здесь в ножках я также могу с этой стороны осветлить вот эту зону ножку вот так теперь я беру создаю тени новый слой наверное я их создам под креслами возьму теплый цвет темно-коричневый копик маркер и минимальная плотность и рисую тени вот у нас от стульчика от ножки точнее кресло нашего будет падать тени раз два три 4 здесь на стол что-то попадает я стираю ничего страшного здесь не будет высота на кресло не попадает удобно вот здесь усиливаю от ножек здесь у нас будет где-то от стола тень еще падать здесь от стульчика будет образовываться тень вот здесь под креслом точнее вот такая тень какая-то потом еще одна ножка идет вот здесь обратный тень у нас получается полностью от стола от всего вот здесь будет тень вот здесь также немножечко тени вот это все в тени как бы угол этим самым и подчеркнем дальше барная стойка я хочу вот это немножечко как бы углубить угол поэтому я здесь вот так затемняю здесь я также делаю тень в уголку вот здесь также немного тени падает вот здесь затемняю под стульчика вот там внизу могу затемнить и теперь от нашей полочки также будет некая тень раз и два то есть вот так тени образовались у нас от картины включу рисование с привязкой вот здесь от реек у нас будет тень падать выклю нет я возьму ластик под отру теперь возьму выключу рисование с привязкой не белые линии как же без них и так далее углублю верхний угол вот так чтобы наше внимание была сконцентрирована все вот здесь на самой главной композиции центральной теперь я беру создаю новый слой над нашим черным построением могу уже объединить и стульчик с общим каркасом возьму белый цвет рапидограф включу рисование с привязкой и белые линии как же без них и подчеркиваю все белыми линиями тем самым буду высветлять самые темные участки где у нас самые темные вот здесь поэтому там я белыми линиями высветлю все там ножку забыла дорисовать еще раз показала столешницу плиточку показала барную стойку рейки вот так здесь конечно можно выводить каждую речку вот таким образом можно только часть вывести показать что у нас идет рейка ну как бы ее конструктивная часть но я стараюсь чтобы все просто вложиться во время здесь также у нас рейки идут здесь у нас будет идти картина и теперь оставляем нашу картину сейчас нарисую что мне необходимо здесь наши полочки металлические пошли вверх она пошла сюда завернулась вернулась обратно такими легкими движениями то есть я не сильно давлю я такие легкие как бы штрихи делаю тем самым белыми линиями подчеркиваю необходимые элементы вот у нас вторая пошла полочка и все то есть мы вот показали теперь вставляю картину я вставляю картину все фото вот картина наша вы можете если вы будете вместо желтого цвета какой-то другой изменять либо свою картину поставить либо в настройках измените цветокоррекцию картины чтобы она соответствовала вашему цвету общем скетче и вот так я искажением просто беру и как бы одеваю нашу картину сделаю я ее под белой обводкой включу блокировать альфа канал и возьму белый цвет копика маркера и рисую на картине блики вот этот уголочек так сказать я немного высветлю минутку у нас тут ветер капец все окна подкрывались все по открывалась не могу ужас так и вот так я показываю картину что она нас под стеклом находится какой-то один клик так ждать она на себя и брать сильно не будет так влада тени которые вначале те что в конце чем отличаются а потому что первые тени мы показываем объем полностью то есть мы даем объема стене объемы там напольному покрытию а вторые тени я просто беру и уже накладываю поверх нашего объема падающие тени то есть есть два отличия есть объем и падающие тени сначала я делаю объем а потом уже делаю падающие тени потому что объем будет всегда в любом случае падающие тени их можно изменять по направлению источника света так дальше я создаю новый слой над белой привязкой белыми линиями черный выбираю беру быстрый скетч плотная и вот что рисую я хочу чтобы здесь у меня было освещение подвесное вот здесь у меня пойдет освещение такие знаете трековые системы направляющие мы же сверху смотрим то есть возможно часть какого-то освещения будем видеть я считаю что так будет красиво наш ракурс не будет пустой возьму теперь какой-то цвет посветлее серый обратно включая блокировать альфа канал и вот здесь высветляю часть наших треков 1 и 2 могу еще немножечко светлее взять уголочек высветлить чтобы также показать объем теперь беру черный цвет выключая блокировать альфа канал и рисование с привязкой и рисую сами эти треки их пока черным цветом не видно будет то что я сейчас прорисовываю но они будут боже как ужасно работу таких условиях ветер дует у меня все угла подкрывались это просто какой-то кошмар вот здесь у нас треки пойдут один вот здесь второй трек туда куда-то будет светить направляющий вот так ну в принципе это методы можно сделать чтобы их было не парное количество возьму обратно посветлее цвет покажу что это цилиндрик у нас такой светящий будет еще посветлее цвет вот так покажу что светится так белый цвет рисование с привязкой rapidограф и вот так задаю и подчеркиваю наше освещение вверху вот подвесы они на подвесах любом случае должны как-то висеть ну то есть крепится потом я выключаю рисование с привязкой и вот такие вот добавляю форму цилиндром показываю что у нас здесь цилиндры есть теперь я могу прям на этом слое принципе создать освещение выбираю какой-то теплый цвет вспышка люблю я вспышку не могу раз два нужно зажигать то что мы нарисовали где-то больше она будет где-то меньше теперь возьму мерцание белый цвет и как бы покажу что у нас здесь мерцание есть еще где-то посернее где-то побольше здесь также надо аккуратно и надо не перебарщивать с ним так есть теперь я беру копик маркер белый такой желтоватый цвет и вот такими вот полукругами смотрите как у меня здесь настройки по этой кисточке идут я как бы показываю рассеивающий свет такой таким кругом так сказать есть и есть могу взять немного теперь белый поделись еще по насыщеннее сделать как там конкретно где у нас светит цвет есть теперь я беру под этим слоем создаю новой кисточку быстрый скетч плотная серую возьму и нарисую здесь какие-то вазочки 1 вазочка 2 вот здесь к примеру для того чтобы уравновесить композицию да потом вот там какие-то вазочки пусть будут стоять вот здесь у нас допустим тарелочка будет стоять одна тарелочка 2 и тарелочка 3 теперь возьму посветлее цвет покажу форму наших тарелочек раз два три вот здесь объема дам нашим вазочка так потом возьму зеленый цвет зелень выберу какой-то темный сначала цвет возьму и нарисую такие кустики будто бы уже здесь зеленушка стоит 1 и 2 здесь на столе можно ее поскольку смотрите мы видим сверху смотрим сверху то мы можем здесь как раз таки на столах эти вазочки не видеть ну какая у них форма потом возьму посветлее зеленый вот здесь также зелени добавлю еще посветлее поменьше кисть еще зелени добавлю вот здесь у нас зелень идет вот здесь и вот здесь потом вообще темный возьму цвет где-то подчеркну объем там еще светлый такой сайте насыщенный красивый должен быть цвет но это это зелень она должна все-таки сходиться по цветовой гамме с желтым цветом то есть зеленый разный а нам надо выбирать такой палитры которые более приближены к желтому цвету не к холодному голубому теперь возьму белый цвет рапидограф подчеркну какие-то там вот такие вот моменты кустика в наших вазочки там здесь я могу нарисовать ведь сверху чашечку подчеркнуть вот теперь перейду на слой с тенью возьму теплый коричневый цвет темный и обратно прорисую тени вот чашечки у нас будут тени вот чашечки от зелени она сразу такую глубину красивую дает когда тень прорисовываем а как у вас говорят у нас не употребляют слова обратно а как у вас говорят не дула есть такое слонит здесь тени от вазочек идут вот здесь также где-то там верху потом выбирали обратно белый рапидограф перехожу зеленью нашей на слой здесь могу прорисовать разные бокалы которые стоят у нас сразу бокал два какие-то рюмочки еще бокал потом вверху где-то там также бокалы будут это баночки вот подчеркиваемся подчеркиваем рисуем так это у нас есть здесь кустики также и допустим пошли возьму какой-то насыщенный салатовый цвет быстрый скетч плотная и хочу прорисовать вот еще что видите что мне происходит так вот здесь какие-то листики к примеру показать торчащие они знаете такой некой красоты придает 1 2 3 есть теперь я могу перейти вставить фото наших подвесов и могу выбрать любой из подвесов допустим я сейчас возьму выделение прямоугольник и вот это все лишнее уберу потом я возьму выделение автоматически и также выделю черную область которая мне не нужна и перенесу вот получился наш светильник пластиком все подотру и могу теперь его вставить куда мне нужно то есть я его сначала уменьшу и могу повесить над конкретно вот этим вот освещение столом и не забываем искажением что наши он не может быть ровно висеть он должен висеть по направлении вертикальных линий то есть где-то вот так то есть туда у нас точки схода уходят и так же самый светильник он должен уходить вниз вот есть белый цвей rapidограф подчеркиваю все круглые формы этого светильника включая рисование с привязкой от него делаю подвесы разные теперь беру кисточку световое перо рисование с привязкой отключаю сулю вот такие вот шарики подсвеченные могу еще нарисовать каких-то маленьких шариков которые как бы на этом подвесе будут и могу добавить немножечко такого эффекта подсвеченного потом перейду на слой с тенью покажу еще тень от наших бокалов здесь какая-то тень будет вот здесь за зеленью также будет что-то ну принципе и все а еще белым цветом могу принципе на слой из зеленью копиком подчеркнуть форму кресел вот так перекрыть так сказать черную обводку там где она конкретно изгибается все то есть вот здесь вот так мягче делаю наше кресло как раз таки при помощи белого цвета можно просто бледно-бледно желтый взять и то же самое сделать и могу взять рисование с привязкой и обратно подчеркнуть те какие-то моменты скетчи там часть веек примеру еще что-то потом у меня была мысль сделать еще такой момент если мы зайдем пиндерест и выбьем грифельная доска то у нас выберутся вот такие вот разные классные рисунки мне прям очень грузит вот просто не знаю нужно представлять или не нужно понятно что-то короче с интернетом не понятно что творится ну короче можно взять вот этот рисунок скопировать его и выставить в наш скетч ну в принципе чтобы не перебарщивать с разными акцентами да с рисунками то может вы даже не стоит и перенасыщать его то есть вот у нас как было так и есть и все поэтому вот такой у нас скетчи получился теперь я могу спокойно посмотреть на ваши вопросы по отвечать на них давайте пока я включу таймлапс посмотрите как я рисовала это все дело линиями белыми и рапидографом в данном случае почему обводку кресла не делаете могу сделать и рапидографом подчеркнуть конечно но я просто взяла белый копик для того чтобы смягчить вот эти вот резкие переходы кресла она же нас не граненое оно у нас мягкое плавное поэтому я просто взяла белым это все дело перекрыла рапидографа можно было ножки подчеркнуть еще здесь можно сидеть дорабатывать до бесконечности просто ну время ограниченное хочется еще подключать на вопросы лада нереально красиво спасибо большое берите рисуйте вместо желтого менять абсолютно любой цвет можно какой-то не знаю оранжевый изумрудный брать места серого там какой-то тоже теплый темный насыщенный глубокий цвет но они все между собой должны сочетаться если желтый и серым и с деревом хорошо сочетается то нельзя тогда внедрять несколько вариантов дерева ну то есть основных цветов интерьере должно быть 33 это это закон такой то есть я сюда уже синий никак не вставлю потому что он сюда вписываться вообще не будет или красный более-менее потому что это спектр цветовой с желтым розовый сюда не подойдет ну конкретно к моему скетчу поэтому тут нужно три цвета выбирать только еще так дальше можно вместо картины на отпуск да вот как я только что показывала в пиндересте вот эти вот мелом на крифельной доске написаны и сюда вообще легко просто задание такое было что картины нужно повесить так супер спасибо было круто смелом ставить наверное лишнее будет леньми белыми ramers все это и читала эфир сохраните на сутки сохраню где выделение автоматически нет пускают тянет в сторону потом лишь не за пределы места где выделение автоматически нет пускай тянет в сторону потом лишнее а это вы написали то что я делала что-то светильник сливать с картиной потому что он просто белый Поэтому сливается Если вы сюда какую-то темную картину поставите То он не будет сливаться Экспериментируйте, я посмотрю, что вы Увидите, нарисуете Влада, как долго вы уже рисуете, чтобы дойти до такого результата? Я рисую всю жизнь просто, понимаете? Я рисованием увлекалась Всю свою сознательную жизнь И всю свою профессию, работу Я ориентировала только на то, чтобы рисовать Конкретно вот так, чтобы Конкретно вот так, чтобы рисовать На заказ я начала с сентября месяца А планшет купила год назад с собой Влада, это слово, ваша изюминка обратно Спасибо Вы знаете, моя разговорная речь Это изюминка, потому что мне многие говорят Что есть у меня такой, какой-то некий акцент Я уже с этим работала, что я только не делала Ну, не знаю, гены, наверное, такие Не знаю А, снова, возможно, каждую к толщинам И обратно нормальное слово, почему не говорят Как можно было речки прорисовать Посмотрите, я просто беру это все дело И направляющими линиями прорисовываю Так Наверное, легче тем, кто уже понимает перспективу И цвета понимают, как сочетают Ну и перспективу Что такое альфа-канал и зачем его блокировать Я блокирую альфа-канал для того, чтобы Когда я рисую, например Смотрите, я нарисовала кресло Отдельным слоем То есть желтый цвет у меня просто Отдельным слоем сделан Когда я включаю блокировать альфа-канал То получается все то, что у нас не нарисовано То есть все области, кроме желтых Они сделаются такими квадратиками Это значит, что когда я буду сейчас Теперь после блокировать альфа-канал Новый цвет выберу И буду поверх кресел рисовать То я не буду вылезать за контур Основного желтого цвета И все очень классная функция И очень упрощает время Тем, кто умеет рисовать красками планшет Легче дается Ну, я же тоже родилась Мне же планшет в руки не дали Я сначала с карандаша начинала И гуаши, и акварели, и маркеры Если вы умеете рисовать То у вас получится на планшете Так как здесь закономерность То в принципе одинаковая Просто возможностей больше И все А, снег с дождем и ветер Ну у нас просто сильный ветер Полочки, очень красиво Спасибо, моя любимая часть Спасибо, спасибо большое Я теперь не успеваю сама рисовать И дни прямые эфиры у всех Я считаю, что это просто Очень классная тренировка Для тех, кто хочет просто порисовать Набить свое портфолио Так как я сама придумываю интерьеры Как-то стараюсь их Их красивыми и яркими сделать Красочными Чтобы вы также поэкспериментировали Что-то свое внесли, внедрили Дорисовали что-то свое Так как референсов куча в интернете Они везде повторяются А эти рисунки будут конкретно ваши Индивидуальные и проработанные Так, эстетическое наслаждение Спасибо, оживает на глазах Спасибо, вас также у всех оживает на глазах Так Присоединились здесь все Вижу Сейчас читаю комментарии Очень неудобно на штативе Это все листать, конечно Ну ничего Долистаю уже до конца Здравствуйте, всем привет Кому не сказала Всем привет Поэтому делайте скриншоты У меня это все дело висит Еще в интернете Так, сейчас вниз теперь полистаю И посмотрю Что еще вы написали Поэтому я думаю Все понимают Почему я Разделяю объем и тени Объем это объем Объем это когда Предмет не плоский То есть мы Вот кресло Оно здесь не плоское Мы ему даем какой-то Ну эффект того Что оно мягкое Оно уходит сюда Куда-то Выходит к нам Это все объем А тень это то Что падает от этого объема Падает на этот объем От источника света Нужно анализировать Если у меня бы солнце было С этой стороны То тень была бы С другой стороны у меня Вы в записи не оставляете Я оставляю в записи Все свои эфиры На 24 часа Прорисовка деталей Уровень бог Спасибо, Аня Еще будут эфиры Да, я же говорила Я в субботу начала Прямые эфиры И через день Я буду рисовать То есть Это сколько еще У меня эфиров-то осталось Один получается Да, еще один эфир Точно будет Поэтому хочу Чтобы вы все Со мной вместе Прокачались И получили Эстетическое Наслаждение И удовольствие От того Что вы сами рисуете Спасибо всем За теплые слова Эфир еще В принципе продолжается Быстро, кстати Я справилась Аж сама не ожидала Поэтому для меня Это тоже личная Тренировка По скорости По времени Сама от себя Удивляюсь Это вот так Ну, я думаю В принципе Большое спасибо Вам также Спасибо, что Отмечаете меня Что вы рисуете Очень интересно Наблюдать За вашей подачей За вашей графикой Конечно Хочу попросить Прощения Тех Кого я не Сохранила Рисунки Просто я случайно Могла пропустить И не выложила Сегодня в общее видео Так как я старалась Всех Сохранить Но вас было Очень много И можно было Просто легко Запутаться Поэтому мне Очень обидно Что Ну Самой обидно Что так получилось Там двух Или трех Девочек Я не вставила В видео Но Прошу понять И простить Так Немного не поняла С привязками В самом начале Посмотрите Мое видео Потому что я Привязками пользуюсь Практически Всегда и везде Вы поймете Что если вам нужно Провести какую-то Ровную линию То просто Используем привязку И все Здесь легко и просто При этом Говорить и объяснять Да Сложно Говорить и объяснять И ровно спину держать Чтобы Все сюда Не зашло В камеру Да Это конечно сложно Горло потом Очень сильно болит После прямых эфиров Это какой-то гипноз Как бы я смотрела Бесконечно Огромное вам спасибо Вы умничка Спасибо большое Что вы так же Наблюдаете за мной Мне очень Очень приятно Поэтому В бой Рисуйте Изменяйте картины Цвет Все что угодно Экспериментируйте Можете вообще Полностью стиль Перекроить по другому Если у меня Он такой Да Такой яркий Насыщенный Динамичный Вы можете сделать Его поспокойнее И будет совершенно Другой стиль Кресла подойдут В любой стиль Эти Столы Да блин Ради бога Можете скатертью Накрыть Какой-то Классической Сделать полностью Этот интерьер В классическом стиле Можно повесить Какую-то Большую Огромную люстру Сюда Вместо Трековых светильников Хотя я считаю Что трековые светильники Здесь так подчеркнули Так сказать Наш ракурс И дали еще Больше лучшую форму Поэтому так Все Давайте в бой Тогда Всех жду в работ У меня 27 секунд Осталось Всем пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok